Приветствую вас. Как мне показалось, вас мучает чувство вины достаточно сильное за то, что вы собираетесь уходить от тех людей, с которыми вы сейчас работаете. И, собственно, это чувство вины, оно не позволяет вам принимать решение адекватное, не позволяет вам оценивать здравое стоство, и из-за этого вы начинаете вплетать одну социальную роль, по сути, делать другую. Как это происходит? Ну, пожалуй, стоит сказать, что вы изначально начали общаться с, точнее, девушка начала общаться с вами, по-доброму, хорошо, как вы говорите и так далее, по своей собственной инициативе. То есть у нее было изначально такое вот желание общаться с вами, хорошо. И ей это нравится, ей это нужно. Она это делает потому, что она так хочет. Но, вам важно понять, по крайней мере, для себя и по крайней мере сейчас, что для нее, для девушки, с которой вы работаете, это личный выбор. То есть ее никто не заставлял с вами общаться, так как она общается, в том числе и вы сами, тоже ее, как я понял, не заставляли. То, что она решила с вами общаться, это ее решение, это ее выбор. Вы за него ответственности не несете никакой. Дальше. У вас происходит такая ситуация, что вы вплетаете дружеские чувства, вы вплетаете дружеские эмоции, личные эмоции в профессиональные. И связано это, опять-таки, с чувством вины. Про чувство вины я расскажу в конце, в самом конце я расскажу про чувство вины. А пока давайте просто подумаем о том, что если вам работа не нравится, и если девушка, помощница директора, которая взяла вас на работу, по собственной инициативе вкладывала в вас свое время, там, силы, да, и так далее. Что является ее инициативой, что является возможной стратегией компании, потому что, ну, понятно, что если, например, нужен сотрудник, то его ищут, а ему стараются обустроить какие-то, значит, необходимые условия для работы и так далее. То есть этот процесс, он, как бы, организован так же профессионально с точки зрения менеджмента. И то, что вам видится как хорошее такое, ну, доброжелательное поведение, на самом деле вполне вполне может быть чем-то другим. И у девушки может быть свой интерес в том, чтобы вы работали, потому что раз она вас нашла, значит, соответственно, она под свою ответственность это сделала. И ей нужно поддерживать, ну, как сказать, поддерживать хотя бы видимость того, что она нашла хорошего сотрудника, то есть вас. Проблема заключается в том, что это ее инициатива, опять-таки, вы за нее, за эту инициативу ответственности никакой не несете, и это нужно понимать. Чем лучше вы этот момент для себя уясните, тем будет полезнее вам. Потому что, как бы, вы, сотрудник, и вы пришли работать. Вы пришли зарабатывать деньги. И если вам работа не нравится, то необходимо, чтобы вы предприняли все усилия для того, чтобы она вас устраивала, чтобы она отвечала вашим требованиям, чтобы она была той, какая вам нужна. И никакие поведенческие нормы со стороны ваших коллег не меняют того факта, что вам работа не нравится. Соответственно, вам нужно придерживаться такого вот трудового, или лучше сказать, правового аспекта в решении данной проблемы. То есть, если вы не знаете, когда лучше сказать про уход, то вы, я надеюсь, отдаете себя счет в том, что вы делаете это в первую очередь для себя. То есть, вы уходите, потому что не нравится вам. Соответственно, и действовать нужно максимально удобным для вас способом и методом. То есть, что это значит? Что значит максимально удобный для вас способ? Максимально удобный для вас способ означает, что вы говорите о том, что хотите уйти, и, кстати говоря, на что вы имеете полное право. Вы имеете полное право сказать так. Несмотря на все, что вас вкладывает, вы имеете полное право так сказать, значит, вы делаете это тогда, когда удобнее вам. То есть, в тот момент, в тот период, когда для вас наиболее благоприятные условия в наличии. Это после зарплаты. То есть, зарплату получили, да, и после этого сказали, что, знаете, вот мне так и так не очень понравилось работа. Вы имеете право так сделать. И более того, вы по трудовому законодательству за две недели предупреждаете своего работодателя о том, что собираетесь, ну, уйти. То есть, две недели нужны для чего? Две недели нужны для того, чтобы работодатель нашел нового сотрудника на ваше место. И это как раз таки является соблюдением трудового законодательства. Насколько, насколько это нужно. То есть, правда. Если бы вы откровенно сразу сказали, что вот все, я завтра ухожу, да, это было бы некрасиво. Но, когда вы работаете, вы вступаете в сферу трудовых отношений, руководствоваться нужно в первую очередь трудовым законодателям и трудовыми обязанностями. Если у вас есть право уволиться с работы, уйти, так как она вам не нравится, то вы этим правом пользуетесь. И никто, никто в целом свете не в силах и, соответственно, не в праве вас в этом ограничит. Основная проблема, как я понял, это чувство вины, которое у вас есть, и, собственно, страшно, что с вами что-то сделают. Значит, опять, по поводу чувства вины. Чувство вины, а у вас это именно оно, а именно чувство вины, чувство вины прививается обществом специально для того, чтобы управлять человеком. Как вы думаете, вот эта девушка, которая так хорошо с вами общается, как вы думаете, вот она специально так с вами стала общаться? Как вы думаете, почему она так активно с вами взаимодействует? Почему она так активно с вами разговаривает и так далее? Как вы думаете, почему? Связано это с тем, что ей нужно вас привязать. И именно поэтому у вас и есть чувство вины. Но это чувство вины действует в ущерб вам. Заметьте, когда человек чувствует себя виноватым, если это не личное отношение, только-только, он всегда действует или почти всегда действует в ущерб самому себе. То есть вы действуете в ущерб себе, когда, например, сомневаетесь в том, стоит ли уходить с работы или нет. И это является тем, к чему стремится этот помощник директора. Часто вины происсекает из неуверенности в себе, из, вероятно, сомнения в себе, и вот эти моменты, причины неуверенности в себе, вам, безусловно, нужно выявить и устранить. Ну, то есть ответить на вопрос, например, о том, почему вы не уверены в себе. В чем вы сомневаетесь? Почему вы боитесь, например, что с вами обязательно как-то плохо поступит? Чем обусловлен ваш страх? Как же рекомендуется, ну, по крайней мере, я вам рекомендую задавать себе вопрос, а случилось ли что-то страшное с вами сейчас или нет? То есть то, что вы боитесь, ваш страх, он не рациональный. Он находится в области мистических представлений. И, соответственно, нужно постоянно вытаскивать его в область рационально. Да, лошенопадница относится к вам плохо. Это понятно. Но чем обусловлено ее плохое отношение к вам? Я надеюсь, вы понимаете, что это не лично к вам отношение, как к человеку. Вы пришли на работу по протекции помощника-директора, и, значит, вы, по мнению коллеги, на особых условиях. И вот это, по всей вероятности, не нравится вашей напарнице. Именно это не устраивает ее, а не то, что какой вы, например, человек, или что-то еще такое. Надеюсь, этот момент вы понимаете. По крайней мере, он у вас будет. То есть не нужно проецировать на себя те вещи, которые с вами происходят. На себя лично. Как на субъект трудовых отношений, да, можно. Как на сотрудника, да, можно. Но не как лично на себя, на человека. Далее. Конечно, с вами может случиться что-то плохое. От этого никто не дознатрахован. Ну, давайте скажем так, что если действия, которые будут в отношении вас, окажутся негативными, если эти действия будут существенно наносить вам вред, то вы всегда можете защитить свои права. Подать в суд, в профсоюз, обратиться к начальству, к высшестоящему и так далее. Нельзя бояться того, что с вами что-то случится, что вас как-то обидят, только потому, что это может происходить. Еще раз повторю, кроме работы над уверенностью в себе, нужно в обязательном порядке знать свои права, уметь защищать свои права и стараться не поддаваться на подобные провокации. То есть, когда вас, ну, как будто бы ставят такие ситуации, да, что вы находитесь в уязвимом положении. Это и лучше, и не более того. И потому, для вас наиболее правильным будет сообщить об уходе после получения зарплаты за две недели. И лучше всего, если вы будете честны, да, то есть, скажете, как есть, но при этом будете понимать, что вы действуете в своих интересах. Еще раз, на профессиональном поприще, в трудовой сфере, все практически действуют только в своих интересах. Никто не действует в интересах другого человека. И вам, в том числе, нужно действовать в своих интересах. Только в своих. Другого варианта у вас, к сожалению, попросту нет. На этом, я думаю, можно закончить ответ на ваш вопрос. На этом, я думаю, можно завершить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам остались ясны некоторые моменты. Что бы мне хотелось вам добавить? Это то, что у вас есть повышенное чувство вины, которое привито вам, наверное, еще с детства. Соответственно, от него нужно избавляться. Что еще мне хочется сказать? Это то, что у вас есть неуверенность в себе и страсти. С неуверенностью в себе также можно работать. И за трахом можно работать. Но для этого нужно понять, чего именно вы боитесь, и научиться одергивать себя, не позволяя страху вами овладеть. Для этого достаточно просто задавать себе вопросы по поводу того, случилось ли с вами что-то плохое. А если случилось, то доносит ли оно вам вред. Ведь когда и если произойдет какая-то действительно неприятная ситуация, это не будет чем-то страшным для вас. Это будет конкретным негативным обстоятельством в вашей жизни, которое вы будете вынуждены купировать. И бояться тогда вам уже времени не будет. На этом еще раз все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!